Привет, дорогие друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я отвечу на вопрос моего зрителя, который он мне прислал на электронную почту. Вопрос заключается вот в чем. Призывная кампания, то есть, попросту говоря, весенний призыв. И, естественно, многие молодые люди очень сильно переживают за те полномочия, которые есть у военкомата. Имеет ли право военкомат на какие-то ограничения, связанные конкретно с призывником, с молодым человеком. И, кстати, отдельный видеоролик про весенний призыв, кого будут призывать, на каких условиях, я уже записывал. И этот видеоролик есть у меня на моем YouTube-канале. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование и перейти к вопросу, хочу пригласить вас ко мне на Telegram-канал. На моем Telegram-канале я делюсь всеми моими видеороликами, а также там много другой информации в текстовом формате. Той информации, которая не входит в мои основные выпуски на YouTube. Ссылочка на мой Telegram будет в описании. Переходите и подписывайтесь. Буду рад вас там видеть. Уже традиционно, друзья, закрываю фамилию и имя того человека, который ко мне пишет, чтобы вы на меня не обижались. «Здравствуйте, трасс. Смотрел ваше видео про призыв, и мне также пришла повестка. Также приходили к родителям и сказали, что меня объявили в розыск, так как я не являюсь по первой повестке. Сотрудники военкомата угрожали, что в дальнейшем я не смогу выехать из Украины. И я и мои родители за повестку не расписывались. По месту прописки я не проживаю. Родители сказали, что давно меня не видели. Идея для видео. Есть ли у военкомата полномочия для объявления призывника в розыск и возможность сделать его невыездным? Спасибо за ваше видео, отличный контент. С уважением». Тут, наверное, ответ на этот вопрос надо разделить на две части. Первая часть — это конкретно по розыску. Я хотел бы поговорить с вами над этим вопросом, обсудить его, что такое вообще розыск. В трактовании нашего законодательства и к кому он применяется. Розыск у нас применяется в уголовном праве. Есть такое понятие. Есть Уголовно-процессуальный кодекс, который регламентирует все эти вопросы. То есть, если кто-то где-то совершил какое-то преступление и скрывается. Кроме того, этот человек не просто скрывается, а ему уже предъявили подозрение. То есть, он является подозреваемым в уголовном деле. То есть, дело уже вот-вот должны передавать в суд. И человек скрывается от правоохранителей, от полиции, от прокуратуры. Кроме того, если, допустим, дело уже даже уголовное передали в суд. И подсудимый тоже скрывается от суда. То есть, была одна повестка, вторая повестка, третья повестка. Он не является. Делают приводы, не могут его найти. Он, в общем, где-то исчез с радаров. То в этом случае суд может человека объявить в розыск. То есть, если человек находится под уголовным делом, под уголовным преследованием. Если есть уголовная на него статья. И это все уже достаточно очень серьезно. Кроме того, для того, чтобы объявить человека подозреваемого, либо человека, которого судят уже в суде, объявить в розыск, обязательно необходимо для этого отдельное решение следственного судения. Называется ухвала следственного судения. И эта ухвала дает право с оперативным сотрудником полиции задерживать этого человека. Допустим, где-то его там обнаружили при проверке документов, еще где-то нашли. То в этом случае этого человека могут задержать, привести там в какой-то райотдел. В дальнейшем уже решать с этим человеком меру пресечения. То есть, там, может его под стражу, может под домашний арест. Может просто, чтобы он там явился, какие-то с ним действия произвести. И случаев здесь миллион, они бывают действительно разные. Но это все касается уголовных дел. Тех людей, которые совершают уголовные преступления. То есть, попросту говоря, если вы не совершали уголовное преступление, а я думаю, вы его не совершали в любом случае, то никакие вот эти розыски с полицией, с какими-то там, не знаю, еще правоохранительными органами, которые у нас есть, с СБУ, не знаю, еще там с кем, то это все к вам неприменимо. Забудьте про это раз и навсегда. Вторая часть вопроса, о которой бы я хотел поговорить, это то, могут ли сделать человека невыездным. То есть, человек, ну, поставить ему запрет на выезд. Вы, допустим, собрались там где-то на отдых, на работу. Ну, сейчас, скорее, даже это все связано с Польшей. Многие молодые люди, я знаю, туда бегут от безвыходности, потому что они хотят служить в нашей армии. И вот вы собрались, поехали на границу, и военкомат передал какую-то там разнарядку или что, я не знаю, на границу, и вас там хлопнули. Возможно ли такое? Я думаю, что тут надо рассказать вообще о тех случаях, когда, возможно, такая ситуация, что вас действительно не будут выпускать из нашей страны. Хочу заметить отдельно, в нашей Конституции записана одна очень интересная норма. Потому что гражданин Украины, любой гражданин Украины, вне зависимости ни от каких обстоятельств, всегда имеет право вернуться на территорию Украины. А что же по поводу невыезда или выезда, спросите вы меня? Тут я отвечу, друзья, достаточно просто. Невыезд могут поставить в каких случаях? Невыезд могут поставить в самом простом. Это самое больше всего у нас невыездных, однозначно, людей. Это те люди, которые не оплачивают алименты на своих детей, у которых есть задолженность на детей, задолженность по алиментам. Эти люди, я считаю, естественно, несознательными, и это неправильно. Если, говорится, у тебя есть ребенок, то надо ему помогать. Не такие уж там и огромные суммы этих долгов. И эти люди снимут, скажем так, разговор очень короткий и простой. В чем этот разговор заключается? В том, что исполнитель, не надо ему никуда ехать, никуда идти, не обращаться ни в какой суд. У себя на компьютере, по кнопочкам настучал, по гранслужбу информацию кинул, все. Вы уже никуда из Украины не уедете. И хочу заметить, единственный вариант снять этот запрет, у меня часто очень этот вопрос задают, отвечу. Единственный вариант это заплатить долг. Не заплатите долг, будете сидеть в Украине, ни в какую там Польшу или кто там куда хочет, не знаю, может в какие-то более развитые страны. Стоит про это попросту забыть раз и навсегда. Это, скажем так, самый простой способ. Есть более еще сложный способ. Человек задолжал денежные средства. Он взял в долг деньги. Взял в долг деньги и не отдает. На него подали в суд, будь то банк, будь то какой-то частный кредитор. Подали, суд выиграли, дело опять же передали в ту же исполнительную службу. Тут уже ситуация немного сложнее. Тот человек, который дал деньги, который остался не у дел, он может обратиться к исполнителю с ходатайством в заявлении о том, чтобы исполнитель в свою очередь обратился в суд с поданем, это называется, о том, чтобы человеку закрыли полностью выезд из Украины. Вот такая достаточно серьезная норма применяется к должникам. Исполнитель обращается, и если суд, тут, кстати, он может решить и да, и нет на самом деле, решает, что действительно есть какие-то основания, выезд закрывается, и в та же ситуация, вы на польскую границу, и все, вуаля, пока-пока-пока, дорогой, никуда ты не уедешь. Это те реальные случаи, когда это возможно. Когда у человека может быть не выезд из Украины. По поводу военкомата. У военкомата нет таких полномочий, чтобы человека сделать не выездным. Для того, чтобы человека сделать не выездным, должна быть какая-то законодательно регламентированная процедура. Должна быть там какая-то пошаговая инструкция, это должно быть расписано в законе. Потому что хоть все и говорят, что Украина у нас там не правовое государство, то, сё, и там много недоработок и так далее. Я с этими многими утверждениями, к сожалению, согласен. Но здесь попросту нет такой процедуры. Военкомат, военкомы не могут написать какую-то там писульку и закрыть человеку выезд из Украины. Просто потому, что у них нету таких полномочий на сегодняшний день. Что там будет завтра, что там будет через 10 лет, я в душу, честно, не знаю. Но на сегодняшний день у нас 2021 год, таких полномочий у военкома нет. На этом, наверное, поставим, друзья, жирную точку в этом моем видеоролике. А если видеоролик вам понравился, пальцы вверх поставьте на канал, не забудьте подписаться. А если вы уже подписаны, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Пока-пока-пока. До новых встреч.